добрый день дорогие друзья в эфире очередной выпуск тв клуба континент сегодня у нас а собственно сегодня у нас хороший летний день и в этот хороший летний день теплый мы встречаемся вот в очередной раз с моим в данном случае вот я очень рад что со ведущим потому что обычно наш эксперт публицист и ученый гендлер он отдувается у нас как как гости как эксперты как человек который в общем то основной докладчик но сегодня мы продолжаем нашу военную тему вот действительно с экспертом уже по этой части но мы думали ну кого ж пригласить на это дело но ну как у нас есть только один человек кого мы знаем который рядом с нами бок о бок работает это капитан первого ранга и известный блогер сейчас он находится правда не не рядом с нами он за океаном но тем не менее юрий табах приятно видеть в нашем клубе спасибо спасибо ну во первых я очень рад видеть игоря гендера очень я его читаю учусь от него много информации получаю я не экспорт он наверное больше экспорт я просто человек который имеет какое-то понятие я послужил в вооруженных силах но я про все вооруженные силы не могу говорить только там про свою часть или то что я знаю про это ну и я не блогер потому что я я не прошу чтобы меня репостили давали лайки или еще что-то я иногда просто выставляю на своем канале то что вот я с вами сейчас буду общаться хорошо своего много у меня нет ну ну ладно кому-то спасибо 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 я понимаю что командир не скромничайте пожалуйста все в порядке дело в том что блогер это такое понятие растяжимое естественно блин покривляться не дает да я же говорю что тут тут такое дело кто пишет кто говорит у каждого своя там линия покривляться немножко же надо покривляться да и и кое-кому немножечко дать по голове тоже вот так ну здесь и здесь экспертиз есть 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 опыт да в этом есть в этом есть ну и хорошо лизма что видно тогда если вы не господа не возражаете то герри начнет с того что начало у нас очень простое как игорь уже объяснил у нас было заседание клуба континент телевизионная и мы обсуждали стандартные вопросы современной американской политики и в частности политику администрации байдена и те последние нововведения администрации байдена те события которые связаны с американской армией флотом и военно-воздушными силами они как-то естественным образом всплыли и мы решили этот сегмент ну не раскрывать просто-напросто это уже было в конце передачи мы решили посвятить этому отдельную передачу администрация байдена во время нашей прошлой встречи с игорем цесарским мы как-то пришли к выводу что мы не понимаем кто в современной американской армии вообще готов защищать американский флаг то что происходит сейчас вооруженных силах создает такое впечатление что со времен обамы примерно вооруженные силы америки они они пытаются скорее защитить радужный флаг сексуальных меньшинств или какой-то черный флаг блм или какой-то другой красный флаг серпом и молотом что ты думаешь по этому вопросу ну конечно же когда я пошел служить это были времена регина и мы очень гордились много лет и я этим гордился что наши вооруженные силы мы вне политики но со времен обамы вот когда началось генералом петреусом это вся эпопея мы стали понимать что вооруженные силы втягивают в политику что неправильно и многие наши полководцы многие наши генералитет полковники включая меня мы ушли со службы мы подали в отставку ушли на пенсию потому что действовать на боеготовность мы не можем мы не хотели подставлять своих солдат свое все под удар и даже есть такой фильм создан с брэд питт там играет называется war machine рекомендую всем посмотреть насколько армия стала не боеспособна при обаме но когда пришел трамп он вернул много как эрегин вернул в армию вооруженные силы опять вот этот боевой дух несмотря на эти разные мелочи там трансгендеры четыре человека трансгендеры но это конгломерат огромный это это махины это армада никакой роли в принципе не не влияет так или сяк на боеспособность вооруженных сил вернулась сегодня мы возвращаемся обратно в обамовские времена но в принципе мы все знаем что это конденция третья конденция обамы только еще в хужей форме и конечно же армия опять начинает или политизироваться политика начинает играть огромную роль в армии генералов начинают назначать этих увольняют назначают новых которые политически правильные которые как бы уже такая комбинация генерала и комиссара в одном и конечно мы таким образом теряем боеспособность уже мы видим что наши базы в ираке обстреливаются из сирии иранцами и мы не отвечаем что при трампе было невозможно они бы были сметены с лица земли и раздавлены когда трамп пришел первое что он сделал это сбросил самую большую бомбу которая у нас есть и уничтожил и гилл и показал им что мы не будем и гилл был уничтожен юр я могу тебя прервать все таки вот по вопросу можешь попробовать так я уже это сделал извини вот как раз в вопросе содержалась еще одна вещь которая хотелось бы услышать и перейти к следующему если не против а именно все-таки какие флаги защищать то будем нет иначе не мы не будем паниковать сейчас все равно наши вооруженные силы мы все дали присягу конституции будет защищаться конституция то что права секс меньшинств женщин и вообще меньшинств вооруженных сил их должны быть защищены это тоже имеет место я как-то создал памятник первому еврейскому камодору юрае пил ливи вы можете это посмотреть его памятник стоит возле нашего пола в индепендентстве была подписана декларация независимости стоит его память он всегда боролся с антисемитизмом во флоте он боролся со многим и сегодня и тогда тоже это было очень такое ну не принятое и сегодня и я служил с ребятами у меня служили ребята которые были дыма сексуалисты они были очень хорошие воины они были прекрасные войны и никогда с ними проблем никаких не было наоборот они очень старались очень хотели показать что они такие же бойцы как и все остальные в принципе мне как командиру и всем ребятам которых я знал командиры которые были мои сверстники и мои командиры всем это было, не хочу такой каламбурить, но всем было это до жопы. Потому что то, что они со своей жопой делали, нас не касалось, потому что то, что они делали в вооруженных силах, они правильно служили. А что они делали за территорией? Ну, понятно. Я только одну вещь скажу, что, наверное, чем меньше внимания этому уделялось всеми сторонними, тем проще было. Всем было это проще. Гэри, пожалуйста. Юр, мы знакомы много лет, и я слежу за всеми твоими выступлениями, но так получилось, что вот одна фраза как-то вот записалась у меня на подкорку, я ее помню, и при всяком удобном случае... Главное, чтобы я ее помнил. Ты как-то в своем выступлении, я уже не могу вспомнить, где, ты сказал такую фразу, которая для гражданских вообще неизвестна. Так я вообще не знаю, зачем Бог создал гражданских, если честно. Понятно. И смысл у вас никакого нет. Да, да, да. Ты сказал, что в вооруженных силах Соединенных Штатов Америки все, включая до полковников включительно, офицеры, являются настоящими боевыми офицерами, как и должно быть. А вот все, кто выше полковников, то есть генералитет, скорее являются политиками, политическими назначенцами. Это ты сказал несколько лет назад. Как ты думаешь, изменилась ли эта ситуация в администрации? Я, наверное, неправильно выразился, или, может быть, ты неправильно меня понял. До полковника, у нас считается так, что подполковник, если ты стал подполковником, ты командир полка. Поэтому полковники у нас командуют уже бригадами. И до подполковника ты не можешь стать полковником, если ты не командовал полком. То есть, ты подполковником должен командовать полком. Других вариантов нет. И у нас так получается, что люди, которые стали подполковниками, у нас считается, что это была у тебя очень-очень удачная карьера. Большинство людей уходит в отставку майорами на пенсию после 20 лет службы. А если ты становишься подполковником, это очень удачная карьера. А если ты становишься полковником, и там из 100 подполковников выбрать три полковника нереально, потому что это все люди в основном уже проверены, уже испытаны, уже боевые, уже все. Поэтому выбрать из 53 нереально. Поэтому получаются уже политические наставники. Там уже играет роль не государственная политика, а внутренняя военная политика. И они говорят, сегодня нам нужен такой, допустим, как Юра Табах, потому что он там, у нас сейчас с Россией такие отношения, все, а он говорит по-русски, у него там очень много опыта в этой отрасли. И меня выбирают не потому, что я лучший из всех остальных подполковников или капитанов второго ранга, в первой ранге, а потому что я политически сейчас подхожу под эту схему. Поэтому там нету такого, что он лучше, чем я, а этот хуже, чем я. Нет, они все хорошие. Но на сегодняшний день, на вот этот момент, нужен вот этот. И вот таким образом выбирают. Это уже выбирают там генералитет. И то же самое с генералами. То же самое с генералами. Сегодня нужен такой, сегодня нужен такой. Там уже не выбирают, кто лучше, кто хуже, а тот, кто нужен. Вот эти высокие ранги или там ранги в папахах или с лампасами, как говорится. Поэтому я в этом смысле имел, что они политически избраны, а они... Это замечательно. Да. Вот. Но, конечно же, когда уже становится, допустим, как начальник объединенных штабов, то, конечно, там уже играет роль, потому что он должен быть политиком, он должен иметь дело с министром обороны, что политическая фигура. Хорошо. Он должен иметь дело с президентом. Хорошо. Давай поговорим про нынешнего. Да. Давай поговорим про нынешнего. Да. Давай, давай. А можно без мата? Без мата можно? Без мата лучше. Тогда мне нечего сказать про него. Хорошо. Мы попробуем. А ты пикай одновременно и так далее. Пип. Он пип. 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 Да, да, да. А вообще он пип. Мы давно подозревали, еще со времен Трампа, что нынешний председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Милли, является бойцом идеологического фронта. Но подтверждения какого-то конкретного не было. Но вот при Байдене мы получили такое вот прекрасное подтверждение. Нет, это было видно при Трампе. Это было видно, но это были подозрения. Знаешь, то, что журналисты публикуют и то, что мы смотрим на телевидении, не всегда можно доверять. То есть подозрения были. Нет, Игорь, смотри, смотри. Было, потому что когда Трамп вышел из Белого дома и пошел к этой церкви, которую сожгли... Он потом извинялся. Он потом извинялся. Это уже было... Слушай, ты вышел со своим главнокомандующим, и потом ты генерал-командующий. Перед кем ты извиняешься? Что ты делал? Ты стоял возле своего командующего, ты вышел. Никакой тут политики нет. Он пошел там, где сгорели, где сожгли, где шли, можно сказать, внутренние боевые действия. Поэтому когда он это сделал, у меня лично уже был такой плохой вкус во рту. Ну, видишь, для военного человека вот эта лакомцевая бумажка сработала. А для гражданских мы еще сомневались. Ну вот теперь мы не сомневаемся. И мы также не сомневаемся в том, что его провал на слушаниях в Конгрессе недавних привел к тому, что, ну, как это обычно делается в Вашингтоне, нужно создать небольшой кризис где-нибудь далеко, где-нибудь там в районе Ближнего Востока. Кого-то там отбомбить, чтобы переключить внимание населения туда. Так и было сделано. Отбомбили какой-то бывший склад боеприфасов. И тактика эта, вот с точки зрения нас, гражданских, она совершенно неправильная. Во-первых, стоимость сброшенных бомб и стоимость вообще всей операции намного превышает тот урон и уничтожение тех боеприпасов, которые были уничтожены. Во-вторых, и это самое главное, вот с точки зрения нас, гражданских, эта тактика коренным образом противоречит той тактике, которая была во времена Трампа. Тактика Трампа, как нам представляется, была очень четкая, и она была доведена до генералитета. Уничтожать и преследовать главарей, а не гоняться за какими-то заброшенными складами с амуницией. Какова твоя оценка вот последней бомбежки в Сирии с политической и с военной точки зрения? Слушай, это очень сложно, это очень сложно оценить или дать, потому что мы не знаем всех деталей. Всех деталей знают штабы. Потом это не принимается решение каким-то одним генералом, это военные советы, это разведка, это там присутствует и ЦРУ, и присутствует Госдеп, это просто так делается, что кто-то как дал приказ стрелять ему туда. Это может иметь политическое значение, может иметь стратегическое значение, может иметь тактическое значение. Мы не знаем, что там было уничтожено, мы не знаем, какие бомбы были сброшены, сколько в это. Когда ты говоришь о цене, послушай, мы все время кидаем бомбы, на учениях мы кидаем бомбы, мы стреляем на учениях. Поэтому как ты можешь оценить, что это бомбометание было дорогое, оно не стоило, а на учениях, когда мы проводим эти бомбометания, они, мол, стоили, это оценено правильно. Это очень сложно так сказать, это очень сложно оценить, это критика, которая ничем не составит. Что гоняться за главарями и не уничтожать остальных, тоже это такое, мы должны уничтожать врага. Наше задание уничтожить врага, а не только их главарей. Чтобы достать главаря, иногда надо уничтожить его помощников, иногда нужно уничтожить пешек. Это такая шахматная игра. Мол, я за пешками не буду гоняться, а буду гоняться только за королем. Но сложно, это сложно так, Игорь, оценить. Потому что я считаю, что если мы просто что-то уже отбомбили, это уже хорошо. Потому что были налеты на наши базы в Ираке, обстрелы, и ответка не шла. Как только пришел Байден, ответки не шло. Здесь хотя бы какая-то ответка идет, то это уже, я считаю, хорошо. Долларовую цену на это поставить, это сложно. Хорошо, мы не будем на этой цене как-то... Сейчас мы будем подсчитывать, сколько горючего у нас, самолета, сколько... Не, ну там, учитывая бюджет Пентагона, конечно, об этом говорить как-то, да. Хорошо, ладно. Вернемся к тому же дорогому Милле, генералу, который... Явно ты к нему неравнодушен. Да, неровно дышишь, да. Вот смотри, мы назвали его скорее не военным лидером, а лидером политическим, который... Ну, это он и должен быть политическим лидером тоже. Это часть его обязанностей. Это несколько противоречит нашему желанию выхолостить политику из вооруженных сил, но тем не менее. Как насчет того, если он является политиком, как насчет его идеологии? Ведь политики без идеологии не бывает. Что ты можешь сказать про то, какова у него идеология? То есть, чем он пользуется в принятии своих решений, в своих советах президента? Понимаешь, его командир, его командир, президент, он должен, согласен он или не согласен, он человек военный. Он давал присягу выполнять приказы своих командиров. Ну, если они законные. Незаконные он не мог принять. Приведу тебе пример. Был такой у нас гениальный, прекрасный военачальник Колон Пау. Занимал эту же должность. Колон Пау, я тебе хочу сказать, он немножко левик. Он левый. Но он был начальником объединенных штабов при буши, при буре в пустыне. И он должен был выполнять приказы своего президента. Я не думаю, что это ему нравилось. Я не думаю, что он был совсем согласен. Но он вел себя так, что он должен был подчиняться президенту. Сегодня у нас, вы знаете, кто президент, и милый должен под него подстраиваться. Это его командир. Нравится ему это или не нравится? Проблема в том, что мы с тобой, Игорь, думаем, что ему это нравится. Что он на той же волне. И в этом, конечно, есть проблема. Ну, как проблема? Это не проблема для него и для президента, для командира и подчиненного. Но для нас, для всех остальных, это создает проблему, потому что мы более консервативные, вооруженные силы консервативные. Мы не хотим, чтобы из вооруженных сил делали организацию по защите природы, по защите меньшинства или правозащитную какую-то организацию. наша задача быть боеготовными. Всегда, везде и при любых обстоятельствах. Если мы начинаем сильно концентрироваться на правах человека, на, как это по-русски, environment, на внешней... окружающую еду, природу, чтобы только бомбить зелеными бомбами, чтобы не портить атмосферу и все такое, то, конечно, мы теряем боеспособность, что мы не можем там стрелять туда, мы не можем... Как при Обаме было, в чем было дело при Обаме. И я боюсь, что они сейчас опять ведут это, что правила ведения боя мы не можем стрелять, пока они не стрельнут по нас. Вот мы должны сидеть и ждать, пока они выстрелят, и тогда только мы можем давать ответку. А Трамп это отменил, и он сказал, если вы считаете, что опасность, если вы считаете, что исходит оттуда, постреляйте, убивайте нахрен их и все. А как же превентивно делать? Главное, чтобы страдали наши люди. Когда превентивно делают какие-то определенные вещи. Ну, это имеется в виду правила ведения боя, это во время боя. А, во время. Это не примитивная атака, это спланированное командование. Хорошо. А если идет какой-то, если ты стоишь там часовым, и ты видишь, что они направили на тебя оружие, что ты не можешь по ним стрелять, пока они не стрелят по тебе. Это решение там на уровне сержанта-солдат. Понятно. Вот в последние годы, ну, скажем так, последние 3-4 президента характеризуются тем, что американские вооруженные силы не выиграли ни одной войны. Выигрыши определенных битв, сражений были, но вот в целом войны как-то оказываются без явных выигрышей. И без явных выигрышей мы не имеем примера каких-то высокопоставленных офицеров, генералов и адмиралов, которые могли бы стать легендой вооруженных сил. Мы знаем, что во время войны, Второй мировой войны, появились множество легенд. Они добились этого своими успехами. Появились легенды и не на поле битвы, такие как генерал, тогда он еще был полковник Лесли Гровс, который построил Пентагон, а потом заведовал Манхэттенским проектом по созданию бомбы. Был другой лидер, беспрекословный лидер и легенда флота, такие как адмирал Хайм Риковер. Этот еврей создал современные ядерные флотилии, причем как подводные, так и надводные. Такое впечатление, что вот без этих побед в настоящей, в сегодняшней американской армии никто не обладает достаточной храбростью, для того, чтобы противостоять внедрению трансгендерных солдат и военнослужащих. Кто имеет смелость среди высшего генералитета пойти против существующего главнокомандующего и нынешнего министра обороны, которые, как мы знаем, приветствуют инжекцию вооруженной силы людей, общего контингента, который во всех армиях мира за последние пять тысяч лет считался психически ненормальным? Ну, смотри, тут ты задал несколько сразу вопросов. Во-первых, мы очень много внимания уделяем этим трансгендерам. Опять же, сколько трансгендеров ты знаешь? Вот сколько человек ты знаешь, кто трансгендеров? Ноль. Близко незнаком. А ты сколько? Нет. И я не знаю. Я лично не знаю. И я не знаю никого. Это единицы. Они никакого влияния на боеготовность не имеют. Хорошо, их четыре человека во всех наших вооруженных силах. Неужели надо тратить сколько времени и энергии? А четыре, откуда эта цифра у тебя? Я тебе говорю, я имею в виду, что их минимальное количество. Вот ты не знаешь никого. Я не знаю. Игорь никого не знает. Их, в принципе, мало. В принципе, мало. Но заметь, сколько вокруг, это не мы говорим вокруг этого. Нет, это мы говорим. Нет, сегодня мы, но мы почему говорим? Потому что все время об этом разговоры. Но если бы, правильно, но если бы мы об этом не говорили, все время бы разговора про это не было, и это было бы не так. Нет, 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 нет. То, что во всех армии, говорят, что это считается они за больных людей, это тоже неправда. Потому что в израильской армии они есть. В израильской армии также есть ребята, которые с синдромом Дауна. Им всем находится работа, им всем находится служба, и с ними обращаются как с полноценными людьми. Им находят дело. Если они могут служить, если они хороши, если они хотят служить, я лучше буду иметь трансгендера, который хочет служить, чем буду иметь гетеросексуала, который не хочет быть в армии. Вот как в советской армии люди не хотели, они приносят больше вреда. Мне, Пабара, опять скажу так, мне до жопы. Кто они, что они, какого они цвета, корявые они, некорявые. Молятся они дьяволу или молятся они еврейскому богу. Если они воины, это все, что должно значить. Все остальное – это белиберда. Все остальное мы тратим энергию, мы тратим концентрацию на боевой готовности, на миссии, на вот эти вот «а что ты делаешь дома?» А давай мы поставим тебе вот камеру в туалет и посмотрим, ковыряешься ты в носу во время, когда ты какаешь или нет. Понимаешь, это вот какое-то отношение имеет к боевой готовности. Я считаю, что никакой. И мне абсолютно по барабану, и мы очень много этому уделяем внимания. Насчет того, что мы не выиграли давно ни одной войны, это тоже неправда. Мы разбили все армии, с которыми мы воевали – корейскую, вьетнамскую, иракскую, сирийскую. Все армии мы разбили. Здесь проблема не в вооруженных силах, не в генералитете, не в солдатах, которые ведут боевые действия. Мы их всех разбили в пух и прах очень быстро своими армадами, своими профессионализмом армии, своей дисциплиной, своим обучением. То, что политики потом не смогли из этого ничего сделать – это другое дело. И воины побеждают не армии, а политики. Потом они могут это все просрать. Потом они это могут разбить и уничтожить все, что мы завоевали своей кровью и потом. Поэтому нельзя говорить, что мы не выиграли ни одной войны. Мы не военные не выиграли, мы выиграли и разбили врага в пух и прах. То, что политики потом не смогли из этого ничего не сделать, потому что у них не было политической воли. Замечательный ответ, спасибо. Да, но тем не менее, Герри имел в виду, что, в общем-то, была и вьетнамская война, и корейская. И назвать их выигрышными довольно сложно. Военные мы разбили вьетнамскую армию в пух и прах. Разбили ее в пух и прах несколько раз. Все, я понял. Но политики не имели политической воли это делать. Хорошо, принимается. Вернемся к нашей современной Америке. Мы знаем про противостояние... Подожди, Игорь, я просто хочу сказать, чтобы наши слушатели поняли. Атомную бомбу на Хирошиму и Нигасаки сбросили не военные. Это было политическое решение. Это политическое решение, да. Правильно. Поэтому это две разные вести, да. Это была политическая воля. Борьба правых и левых в Америке. Мы знаем, что левые сейчас пытаются, в кавычках, дементализировать американские вооруженные силы. То есть выхолостить военный дух из военных. Но мне кажется, что правильным, и поправь меня, если я ошибаюсь, было бы нечто противоположное. Необходимо деполитизировать вооруженные силы Америки. Мы об этом уже кратко говорили. Но в этой связи мне интересно узнать твое мнение. Что ты ставишь во главу угла? Какая задача представляется тебе более приоритетной? Деполитизация системы образования? Либо деполитизация науки академии? Или все-таки деполитизация вооруженных сил? Ну, я считаю, что все вместе. В науке не может быть политики. Наука не работает таким образом, что как большинство проголосует, так наука пойдет. Это такое советское понятие. Теория относительности Эйнштейна. Если бы все ученые голосовали, то они бы сказали, что это белиберда. Так наука не работает. Так это и было. Поэтому это так не работает. Потому что при советской власти при Сталине тоже генетика, как Лысенко или кто-то делал. Они тоже голосовали. Проголосовала. Наука так не работает. Наука работает, потому что кто-то чего-то открыл, что-то ему было дано, и он бум, осенил его. И он сказал, что медицина так не работает. Многие вещи. И, конечно же, образование тоже не должно быть политизировано, если мы живем в демократической стране. Но у нас сегодня оно политизировано до такой степени, что даже беженка из Северной Кореи, говорит, что в Колумбийском университете это так политизировано, что еще хуже, чем в Северной Корее. Что ничего нельзя сказать вообще. Значит, я считаю, что у нас проблема. Ну и, конечно же, армии, вооруженные силы, мы не можем их политизировать. Это огромный криминал. Когда я служил в Польше, мы создали программу привозить наших курсантов из наших военных училищ и показывать им концлагеря, лагеря смерти и все такое, показывать им, как можно использовать вооруженные силы в военных преступлениях, в криминале. И чтобы они понимали, что если политизируются вооруженные силы, они будут затянуты и будут использованы в военных преступлениях. Потом их будут судить, чтобы мы никогда на это не поддавались, как военные. Конечно, сегодня это чрезвычайно сложная ситуация, потому что демократы пытаются политизировать вооруженные силы, как и все остальное, как и медицину. Когда губернаторы в демократических штатах отнимали лицензии у врачей и запрещали прописывать лог Ванеквин против ковида, потому что Трамп сказал, что, может быть, это сработает. Только из-за этого должно было быть запрещено. А сегодня мы понимаем, что, наверное, это таки работало. Сегодня мы понимаем, что, наверное, это таки работало. Что то же самое с Китаем, то же самое, что это было в лаборатории зараза выработано, это биологическое оружие, это война. Мы сегодня находимся в биологической войне, если кто-то еще чего не понял. И политизировать это, что вот при том президенте это не так, а при этом это так. Это политизировать. Это, я считаю, криминал. Кто за это ответит, за эти вот все смерти, потому что им нельзя было прописать Клор Клорнеклэн? Или кто за это ответит, что нельзя было проводить расследование насчет Всемирной организации здравоохранения китайской этой хуйнянь лаборатории? Кто за это теперь будет отвечать? Кого посадят в тюрьму? Кого будут судить за это из наших политиков? Никого. Вот что они делают. — Понятно. Давай немножко сменим тему и углубимся в историю. — Вот мы с тобой говорили про то, что все люди в американских вооруженных силах, которые имеют ран полковника и выше, они являются больше политиками, чем вояками. — Как ты считаешь, когда именно политическая лояльность генералитета, ну полковников и генералитета, стала рассматриваться выше их боевых заслуг? Потому что есть подозрение, что из-за сильного влияния вот этих политических назначенцев современная американская армия напоминает потемкинские деревни, которые играют такие церемиальные роли. — Кто вообще был последним председателем Объединенного Комитета Начальников Штабов, который вообще выиграл какие-то битвы или войны, а не протирал до блеска кресла в Пентагоне? — Ну, опять же, я не знаю, что ты подразумеваешь под выигрывающим войну. Войну выигрывают не военные, а битвы выигрывают войну. — Я оговорился. Сражение. — Сражение. — Сражение. Но сражение мы выигрываем все время. — Мы всегда разбиваем врага в пух и прах. Но последнее, что мы знаем, что ИГИЛ был разбит, а Алкайда тоже разбита. — У нас, то, что ты говоришь, они полковники и генералы, то, что у нас считается командными званиями и должностями, они не политически избираются. — В том смысле, в котором ты говоришь, они политически избираются внутри вооруженных сил, но не в политике. — Потому что, конечно же, если изберут генерала, который, как Кутузов, подавал кофе или чай царице, и поэтому его сделал ИГИЛ, ты понимаешь, что деморализируются вооруженные силы. — Это будет разговор во всем этом. У нас мы друг за другом довольно-таки четко следим, кто на какую позицию попадает, за какие заслуги, за боевые заслуги. Без боевых заслуг ты в звании не продвинешься. — Потому что, если кого-то продвигают, кто большинство из нас считает бездарностью или еще чего-то, это не работает. Это деморализирует вооруженные силы, деморализирует старших офицеров, и это все, конечно, выливается на младшие чины тоже. — Поэтому это не так, как ты говоришь. Но то, что сегодня происходит вот эта вот обработка вооруженных сил, чтобы их политизировать, да, я это вижу. Я это вижу. Это еще, конечно, не там какой-то паники нету или чего-то нету, но это происходит, это, конечно, происходит. В вооруженных силах, конечно, тоже недовольствие, потому что, опять же, получается так, что в вооруженных силах, конечно же, идут туда люди, особенно я говорю про офицерский состав, туда идут люди консервативные. — Служить в вооруженных силах или в полиции, там, в ФБР, в ЦРУ — это люди консервативные. Они как бы… А консервативные люди — это, конечно, не демократы. Они или независимые, или республиканцы. Но сегодня мы видим, что больше и больше. Почему? Потому что они учатся, офицеры в американских университетах. Они должны сначала получить университетское образование, до того, как они получают офицерское образование. И с этим образованием из наших университетов многие из них выходят леваками. — Да, к сожалению. — Кстати говоря, извини, Верик, про спецслужбы ты упомянул, но такое ощущение, что они просто укомплектованы практически одними левами. — Опять же, это впечатление, потому что верхушка такая. — Это те наставники. Конечно, Бреннон, который возглавлял ЦРУ, он был в Коммунистической партии. Мне секретности, как лейтенанту, самую низкую уровень секретности не давали, потому что сказали, что у меня папа был в Коммунистической партии. Там еще было. А Бреннон там у нас, который был членом Коммунистической партии и принял ислам, он возглавлял ЦРУ прямо. — Это верхушки. Но ребята, которые идут добровольно служить, я говорю о массе. — Ну, кто в поле, короче, да? — Да, вот этих ребят. Это все, конечно, консервативники, которые хотят служить своей стране, которые дают присягу, которые это принимают серьезно. Конечно, вот эти вот подхалимы и эти политически ориентированные, которые уже там наверху, это, конечно, другой континент людей. Конечно. И потом, когда они уже чиновники так долго, они коррумпируются. Они коррумпируются. И им невыгодно, когда приходит такой маврик, как Трамп, и начинает их тормошить. Они хотят дослужить там до своей пенсии, оставить все как есть, спокойно уйти. И поэтому им не нравится, когда приходит кто-то новый и начинает их тормошить. Почему у нас Госдеп такой левый? Ну, во-первых, потому что там много юристов, они все выходцы из наших элитных университетов, а это все левые, это Колумбия, это все леваки. И когда приходит республиканец или такой, как Трамп, и он начинает туда ставить политических наставников, что называется, там, секретаря Госдепа, замсекретарей, они все недовольны этим, потому что тем не нравится, что они делают, и они должны менять свой ритм. И вот у нас до сих пор нет посла в Украине. Понятно. Хорошо, давай перейдем от генералитета, от высшего командного состава к рядовым и к низшему офицерскому составу. Как ты думаешь, вот среди них, тех, которые находятся в самом низу карьерной лестницы в армии, есть ли среди них понимание того, что пропаганда Пентагоном, ну, то есть высшим командным составом, критической расовой теории, которая сейчас вот очень популярна, есть ли понимание, что эта критическая расовая теория подрывает американскую армию, есть ли понимание того, что разрезание подразделений по расовому признаку ведет к прямой потере боеспособности, как было в то время, когда ты служил? Была ли вот такая специальная сегрегация, которая основана на совершенно дикой критической расовой теории? Знаешь, когда я служил за все эти там почти 30 лет службы, у нас не было, вот в моем опыте не было ни разу какого-то конфликта или еще что-то, которые были на почве расы, были на секс-меньшинстве или на сексуальных домогательствах, вот это было, и были, да, были уроки насчет того, что такое сексуальное домогательство, ты не можешь там приставать к женщине, женщина не может приставить к мужчине, ты не можешь их трогать, ты не можешь там, особенно командиры, это у нас наказывалось очень-очень строго, если там офицер, допустим, начинал встречаться с рядовым составом, или сержант начинал встречаться с рядовым составом, как бы даже идти друг к другу в гости, это нельзя было делать, ты мог попасть под трибунал за это, была очень сильная сегрегация между нами, ну и тем более нельзя было домогаться. Ну, все равно это, конечно, случалось, у нас были уроки, например, у меня был командир, прекрасный командир, короланкивающий человек, и он встречался с офицером, она была младше его звания, но она была под его командованием, это, конечно же, нельзя, но все офицеры понимали, что у них серьезные отношения, ну, так получилось, конечно же, никто не настучал на них, никто не держал, и пока они это держали тихо, и на работе, и на службе это не отражалось, это все происходило где-то в другом месте, все, в принципе, закрывали на это глаза, но это было неправильно, это очень серьезно, но если там были домогательства, или еще что-то, это, конечно, всплывало, это наказывалось очень. На расовой почве я не помню ничего такого, поэтому сегодня я не знаю, как реагируют наши вооруженные силы на это, или там рядовой состав, или младший офицерский состав, или даже старший офицерский состав, или сержантский состав, как на это реагируют, но я понимаю, что вот эта теория, расовая теория, это то же самое, просто замените расу на класс, и вот вам марксистская идеология. Раньше они делили на классы, вот этот класс плохой, этот класс хороший, этот класс вас угнетает, а этот класс должен протестать. Сейчас они просто поставили расу за ним. Вот эта раса плохая, а эта раса угнетенная, и должны мы что-то по этому поводу делать, избавиться от жандармов, от полиции, избавиться от офицеров, будем голосовать за все за это. Большевистский маневр, да. Скажи, пожалуйста, вот те процессы, которые сегодня были рассмотрены, позволяют надеяться на то, что все-таки политизация американских вооруженных сил будет как-то замедленно или приостановлена? Я не знаю, я не предсказатель, я не следующее, это не ко мне. Понятно, понятно. Это все будет зависеть от нашего общества. Все будет зависеть, как мы проголосуем в 2022 году, на следующий год. Все будет зависеть, насколько мы будем активны в этом. Если мы будем пассивны, то, конечно же, большевики, они такие активные, они такие комсомольцы, они власть эту не отдадут, и они будут продолжать истреблять нас поодиночке. Сначала полицию, потом армию, разоружат гражданское население. Все это было проделано в истории, не так давней истории, несколько раз. И в Германии, и в России, и на Кубе, и в Камбодже, и в Вьетнаме, и в Венезуэле. Пожалуйста, это все было уже проделано. Это одна и та же схема, одна и та же сценария. Хорошо. Вот среди нас, гражданских, бытует мнение, особенно среди тех, которые держат руку на пульсе и являются достаточно хорошо образованными в современной политике. Вот есть такое подозрение, что китайские и российские военные откровенно смеются над недавними нововведениями администрации Байдена, такими, как разрешена теперь косметика, макияж, маникюр в американской армии. Вчера было объявлено о том, что отменен тест на физическую выносливость ВВС Америки. Теперь бег на длинные дистанции с полной выкладкой заменен на прогулку на эту же дистанцию. Отжимания отменены в том виде, в котором мы их понимаем. Что думают американские военнослужащие об этих нововведениях администрации Байдена? Ну, смотри, я не могу говорить за всех военнослужащих, что они все думают. То, что смеются над американской армией, смеются испокон веков. Да, помню, со Второй мировой войны о, американцы без актеров, без концертов не будут воевать, они не воюют, если на обеденные перерывы у них нет, и они перестают стрелять, когда в обед подходит ланч у них. Это все брехня, конечно. Они смеются, потому что, знаешь, каждый судит по себе, можно это так сказать. Поэтому это все, конечно... О, мы пролетели, я помню, над американским эсминцем Куком пролетел советская какая-то ржавая консерва, и там все так перепугались, что придя в порт, все офицеры подали в отставку. Нет у нас такого устава, что если ты испугался, можешь подать в отставку. В общем, это все, знаешь, это все байки, которые слушать не стоит. Пусть смеются. Это понятно, но вопрос... Пусть смеются. Ну, нет, ну ты сказал это, ну ты, да, ну ты сказал, я должен как-то это тебе ответить. Насчет того, что, смотри, сегодня у нас в вооруженных силах не стоят люди в редутах и говорят, бум, залпом, шаг вперед. Этот упал, следующий встал за него. Бум. И не надо маршировать из Москвы до Парижа пехом, неся все, что ты должен, там, снаряды, оружие, пики, копья на себе. Другие вооруженные силы. Сегодня у нас дроны. Сегодня у нас большинство вооруженных сил сидит за компьютером. Если эта девушка сидит за компьютером, почему она не может выглядеть как девушка? Почему нельзя иметь маникюр или сережки, или какую-то прическу? Чем это ей мешает? Если в вооруженных силах у нас механик, который сегодня должен ремонтировать F-35, это должен быть специалист высокой квалификации, с высокими технологиями. Зачем ему в полной выправке бежать 10 километров? Как это отражается на его службе? Для чего? Чтобы он получил инфаркт, чтобы он себе колено вывихнул? Если ты морской котик, если ты морской пехотинец, если ты зеленый берет, то да, ты должен это делать. Это да, тут никуда не денешься. Но у них, их, вот этих ребят, нормы не понижены. Не понижены. Но если ты головастик, который сидишь перед компьютером, нахрена тебе это надо, чтобы ты отжимался тысячу раз, и чтобы ты бегал в мире, есть физо, просто потому что ты должен быть здоров, потому что если начнется война, и у тебя плохое сердце, или у тебя легкие, или еще что, и ты заболеешься, нет. Какую-то физическую форму минимальную надо поддерживать. Но все спецназами не должны быть. Наоборот. Нам сегодня нужны не те, которые могут маршировать по плацу красиво, или бегать по 10 километров в полной выправке. Сегодня в вооруженных силах это очкарики, это головастики, которые могут сидеть за пультом и управлять дроном, и бомбить, и стрелять там, лучше, чем тот, который может сидеть за штурвалом, и как F-16 перегрузки переносить, и иметь реакцию, как это, как стоп-дани показано. Существует деференциация, да? Ну, мы сегодня живем в другом мире, другое ведение войны. Мы сегодня не воюем, как в битве при Бородино или Куликовском сражении. Ну, другие у нас сегодня воины. Ну, понятно. Понятно. Другое недавнее нововведение администрации Байна заключается в том, что все федеральные служащие, в том числе и вооруженные силы, получат теперь возможность обозначать свой пол в официальных документах. Раньше это было М, Ж, а теперь разрешена буква Х, когда человек считает себя не мужчиной и не женщиной. Вопрос такой. Как ты думаешь, как отнесутся к таким военнослужащим, если они попадут в плен, американским военнослужащим? Как ты думаешь, как к ним отнесутся недруги Америки, когда увидят, что у них на документах написан пол X? Понятно. Я не знаю, смотря к кому они попадут в плен. Если они попадут в плен к швейцарам, то думаю, что какой разница. Если они попадут в плен к ИГИЛу, то им бошку отрезут, неважно, что там написано, X, M или... И я не знаю, это все смотря к кому они попадут в плен, как они будут себя вести и с кем это ими дело. Опять же, я считаю, что это большой роли не имеет. А как попадут в плен те, у которых обрезание? А как попадут в плен те, допустим, в каком-то исламистском мире, что с ней будут делать? Это мы не знаем, что это произойдет. Если мы будем это гадать, а что же будет, если это или если то, или если все? Я считаю, это не стоит того, что мы должны делить тогда мир на вот... Ты должен быть таким или ты должен быть сяким. Опять же, мое мнение, моя вера в то, что если ты можешь воевать, если ты боеспособен, и ты хочешь это делать, если у тебя есть талант к этому, если у тебя есть дух к этому и призвание, призвание есть слово, если у тебя есть это призвание, что у тебя между ног и что у тебя в башке, мне по барабану. Понятно. Понятно. Углубимся опять же в историю. Кстати, я знаю, что, Игорь, очень много начальников и смелейших и смелейших были не гидросексуалы. Понятно. Ну, ты еще древний Спарту вспомни там. Да. Хорошо. Да, Игорь. Давай вспомним древний Рим. Давай вспомним древний Рим. Я его совсем не помню. Мы знаем, что в древнем Рим многие военачальники, многие генералы, боевые генералы, которые выигрывали не только сражения, но и войны, и выигрывали, причем их на полях сражений, а не в кулуарах Сената или Конгресса, да, они зачастую поднимали легионы и свергали неугодных римских правителей, свергали неугодных, немощных, недалеких, непопулярных, свергали с помощью своих верных легионов. Вопрос очень непростой. Как ты думаешь, возможно ли в Америке ситуация, когда верные Конституции США отчасти восстанут каким-либо образом против подразделений верных коммунистическому манифесту? Ну, смотри, я не знаю, что было в древнем Риме, меня там не было, или я не помню, что там происходило. Дело все в том, что я надеюсь, что у нас этого нету, не будет, и наша система создана так, что это невозможно сделать. Объясню, почему. Потому что какой-то, потому что вооруженные силы, надо вооруженные силы относить отдельно от гражданского, от нашего гражданского общества и нашего гражданского правления страной. Мы живем в демократической стране, мы живем в демократическом мире. Вооруженные силы это не демократия. В вооруженных силах мы защищаем демократию, мы ее там не практикуем. Поэтому какой-то один генерал или какой-то один полковник вдруг решит, что ему эта власть не нравится, что это неправильно, и он должен спасать страну, должен спасать и он начинает там боевые действия против своего народа. Я надеюсь, что до этого никогда у нас не дойдет ни при каких обстоятельствах. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас в нашей обществе есть другие рычаги, другие системы. Идите и голосуйте. А если мы не идем, не голосуем, если мы один день не можем в году оторвать свою задницу от пляжа в Майами-Бич и пойти и быть волонтером в избирательных пунктах или выписать 10 долларов той партии или тому кандидату, в которого ты веришь или которого ты хочешь, то мы получим то, что мы и заслуживаем. Почему армия должна участвовать и решать за вас, что вам лучше? Значит, вы решили, что вам лучше так. Значит, вы решили, что вам лучше Байден, что вам лучше Троцкий, что вам лучше Пол Патт. Значит, это ваше решение, чем Линкольн или Вашингтон или еще кто-то, за кого наши отцы голосовали. Причем тут армия. Поэтому я считаю, что есть другие рычаги, есть другое. Если народ сам не хочет, значит, и армия не должна это поддерживать. Значит, мы будем иметь то, что мы имеем и то, что мы заслуживаем. замечательный ответ. Мне очень все понравилось. У меня закончились вопросы официальные. А у меня к тебе есть вопрос. Вот. Вот это, что за тобой стоит, это книжки? Это так называемый green screen, на который я могу проецировать все, что угодно. А, это не настоящее там за тобой. Это вот значит ничего, что у тебя там за твоей спиной ты не читал. Ну, вот это абсолютно нет. А вот эти все дома, это что за тобой, то это не твое. Да, я там не живу. Ну, кстати говоря, коморка дяди Карла, там, папы Карла, да, была тоже, как бы, понимаешь. В общем, вы вводите меня в заблуждение. Ну, считайте так. У гражданских всегда что-нибудь такое, знаешь. Да, да, да. Ой, как с вами сложно. Да, да, да. Ну, в армии тоже такое есть, камуфляж, он, это такая вот версия гражданского камуфляжа. Вот. Ну, хорошо. Хорошо, Мы с этими вопросами закончили. У нас буквально несколько минут осталось, чтобы в свободном режиме еще, если что-то готово обсудить, если господин Табах еще не готов ко сну отойти, то мы имеем несколько минут на то, Я военный человек, я всегда готов ко сну. Всегда готов ко сну. Да, караул спит, служба идет. Так говорили? Или говорят, если боевая ситуация не ясная, то надо лечь спать, утру прояснится. Все правильно. Или проснешься, или нет. И такое тоже бывает. Бывает. Хорошо. Ну, Гэри, что еще ты готов? Я думаю, что я получил в ответах Юрия гораздо больше, чем я рассчитывал. все гораздо более продвинутье, чем я себе предполагал. И ты заметь, что вот как бы позитива, вот я в какой-то степени, несмотря на то, что вот он, допустим, именно из каких-то соображений иных службу закончил. И вот да, это был целый родный процесс. Знаешь, этот позитив, который ты чувствуешь, и я почувствовал, и возможно другие почувствуют, он просто базируется на профессионализме. Да. Человек отвечает то, что он знает, ну, просто на сто процентов. Служба никогда не заканчивается. Что мы себе там думаем про армию? Это все, это все фикция. Все понятно. Служба, служба никогда не заканчивается. Мы все продолжаем служить, мы все продолжаем жить по присяге, по коду чести. Поэтому просто мы уже не с автоматом это делаем, а там ротом это делаем, языком болтаем. Ну, тем не менее, дело в том, что какие-то признаки, вот, ты же понимаешь, вопросы Гэри строил таким образом, что очень много, казалось бы, внимания уделяется тому, что не главное, вроде как, да, в вооруженных силах. Вот эти сопутствующие. Это, понимаешь, это политизировано. Все политизировано. Ухватываются за какую-то мелочь и начинают, знаешь, это такая, будешь с женой, дети есть, дом есть, карьера есть, все вроде хорошо. И вдруг они начинают хвататься за какую-то... А, ты на меня не так посмотрел, а, ты не так сказал, а, ты опять одел эти штаны, которые мне не нравятся, и начинается скандал из ничего. И вот это то же самое в политике. Они хватаются за что-то, о чем ты даже никогда не задумывался и не думал и никогда этого не видел. И вдруг из этого делается какой-то ужас. О, боже мой, у нас теперь все будут в вооруженных силах трансгендеры, гомосексуалисты, и не надо бегать, и не надо прыгать, и вообще все, кошмар. А это, блин, а это может быть во всех вооруженных силах там четыре с половиной человека. Может. Я понимаю. Юра, я хочу тебе сказать, может быть, объяснить, почему мы так считаем. Дело в том, что мы проецируем гражданское общество на все вокруг себя. И когда мы проецируем свое гражданское общество, демократическое, на армию, мы предполагаем, что армия живет по таким же законам. Но ты верно заметил, что внутри армии демократия отсутствует. Поэтому армия не так сильно восприимчива к тому идиотизму, который происходит в гражданском обществе. Армия отторгает это по ряду причин. Не только вот потому, что туда идет соответствующий контингент, а просто по определению, потому что там демократия невозможна. Иначе армия перестает быть армией. Это да. Но почему, еще раз я на тему, почему эти вопросы возникали, потому что в мейнстрим-прессе и везде кажется такое ощущение, что кроме этого вообще все остальное даже обсуждать нечего. Все, что же говорить о новых вооружениях, о каких-то проблемах там, допустим, будь то в войсках одних или других. Нет, у нас главная цель, задача, чтобы вот тех или иных, значит, курсантов обучать вот расовой теории, говорить о трансгендерах и прочее, прочее. Поэтому мы сегодня именно и строили эти вопросы, а не потому, что мы сами как бы эти вопросы сильно разломали. мы же все прошли через это тоже в основном, знаешь, в советских военных училищах тоже учили там научному коммунизму, марксизму, коммунизму. Ты думаешь, эти офицеры, они это принимали всерьез или еще что-то? Они над этим смеялись, для них это было анекдотично все. Юра, мы печатали у себя в континенте несколько статей. Они некоторым образом вот даже по части расовой вот ты сказал, у тебя не было случаев, ну, может, ты счастливо избежал. Там как раз о таких случаях человек пишет, который тоже прослужил. И в частности там есть моменты, когда люди лишаются своих. Это не только сейчас в полиции, но происходит и в армии из-за вот таких политических моментов. Нет, конечно, абсолютно. И вот это вопиющее как бы нарушение того, о чем ты говоришь вот сейчас, что там все-таки совсем другая жизнь, совсем другие установки соблюдается. Например, ты не можешь критиковать своего начальника, ты не можешь критиковать своего командира, ты не можешь критиковать президента Соединенных Штатов, может быть министра оборот. Не можешь. Публично ты не можешь это делать. Не можешь это выставлять на Фейсбуке, ты не можешь это выставлять в Ютубе. Но если тебе, Юра, извини, БЛМ не симпатично, ты тоже не можешь этого делать? Нет. А, БЛМ? Можешь, конечно. Нет, ты можешь. А вот те, кто служат? Те, кто служат, да. Нет, они могут. Они не могут критиковать свое начальство, своих командиров. В этом смысле слова. Они не могут участвовать в политических действиях. Ты не можешь одеть... Меня часто просят оденькие мундиры, придите к нам на передачу. Ты не можешь этого делать. Ты не можешь показывать... Мы говорили, как его звали-то? Этот Александр, который давал показания в Конгрессе. Винман. Полковник Винман. Без пяти минут министр обороны Украины, да? Ну, почему? Ему три раза предлагали быть министром обороны. Понимаешь, конечно, мне с ним тягаться очень сложно, потому что... Но, в принципе, после этого никто ему в вооруженных силах руки не подаст. Никто из офицеров с ним за стол за день не сядет во время ланча. Он уже... Потому что он, во-первых, хотел мундир туда. Во-вторых, он требовал, чтобы конгрессмены к нему обращались по званию. Почему гражданские люди к нему должны обращаться по званию? Многие из них даже не знают, как определить, какое звание, что значит. Ну, и других много дуростей. Он говорил, что не дозволено офицеру по коду чести. Этот человек оказался просто без чести. Но и такие попадаются у нас, понимаешь? К сожалению, это наш оказался наш соплеменник, за которого, конечно, стыдновато. Он свою роль сыграл, и я думаю, что без работы не остался. Пригрели, обогрели, подогрели, все в порядке с ним. Понятно. Я хочу воспользоваться моментом и рассказать эпизод, про который вообще никто не знает. Я его рассказываю первый раз в жизни. Несколько лет назад я посетил Норфолк, Вирджиния, там, где расположена американская Неви. И там есть музей USS Wisconsin, один из последних, ну, таких почти действующих линкоров с огромными пушками 12-дюймовыми. И там в музее я купил бейсбольную шапку. И там написано USS Wisconsin, значит, все очень красиво, значит. И мне эта шапочка очень понравилась, и я ее взял с собой в зарубежное путешествие в Европу. Как ты думаешь, как отнеслись к этому? Думаю, что с уважением. Но один человек ко мне подошел, отдал честь и сказал спасибо за ваш сервис. Я вынужден был извиниться и сказать, что я не служил на этом военном корабле, и я просто купил шапочку в музее. А человек не поверил этот иностранец и сказал все равно спасибо вам и спасибо Америке. Да. Я думаю, что нормальные люди это понимают. Мой папа носит такую шапочку. Такой результат у меня был, жена была свидетелем, и это было очень приятно. Мой папа носит такую шапочку, и ему все время там в магазине или еще где-то люди подходят и говорят, спасибо за вашу службу, thank you for your service. И сам говорит, это не я, это моей дочке корабль, а моей внучке корабль. Моя внучка служит на этом корабле и говорит, ну, значит, спасибо вам за вашу внучку. Да, что воспитали все правильно в поколениях. Ну, хорошо, господа, товарищи, мы, пожалуй, уже перешли ту часовую норму, о которой договаривались. Теперь, да, 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 капитана первого ранга мы отпускаем уже. Спасибо, братцы. Как говорится, на бочок, а мы с моим сегодняшним соведущим Герри Гиндлером да, не прощаемся с вами надолго, но надеюсь, что и Юра к нам будет заглядывать время от времени. С удовольствием, с удовольствием. Все, счастливо. Честь имею. Спасибо всем, кто нас слушал и, главное, дослушал. Всего доброго. Счастливо. 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 Счастливо.